СВИНОЙ ГРИП Вы смотрите новости в этом выпуске. Свиной грипп пришел в Нижнекамск. И кто такой на самом деле Максим Гутаров. В Нижнекамске зафиксирован первый случай заболеваемости свиным гриппом. Он был обнаружен у пятилетнего мальчика. Сейчас он находится под наблюдением врачей. По информации эпидемиологов, семья недавно вернулась из Крыма. Отметим, что в городе зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ на 30%, но эпидпорог не превышен. По сообщению Роспотребнадзора, пока нет необходимости отменять массовые мероприятия. Однако профилактику нужно проводить. Желательно носить маску. Стали известны новые подробности и истории о человеке, который просит денег на операцию в торговом центре «Березка». Накануне парень, представившийся Максимом Гутаровым, рассказал нашей съемочной группе о своей нелегкой судьбе и объяснил, что сидя в торговом центре, он собирает деньги на операцию. Молодой человек сказал, что он прикован к инвалидной коляске с пяти лет. Однако, как нам удалось выяснить, человека с таким именем и фамилией в Нижнекамске не существует. А сегодня, когда молодого человека попросили принести документы о болезни, он и вовсе исчез. Всплыли и другие подробности, какие расскажем в итоговом выпуске новостей. Социальная ипотека для бюджетников не работает. Такие сообщения все чаще стали поступать в нашу службу новостей. К примеру, семья Люба уже третий год живет в ожидании собственного жилья. Как нам сообщили в жилищном отделе, сегодня темпы реализации программы социальной ипотеки по сравнению с прошлыми годами значительно снизились. В 2013 году по социальной ипотеке были построены четыре дома. Практически все квартиры к настоящему времени разыграны. Новые жилые объекты планируют построить в микрорайоне 35А. Упала в оморок и стала еще известнее. Элина Закирова представляла наш город на 18-м республиканском конкурсе красоты миста Торстана и вошла в 30-ку самых красивых девушек республики. Но столица пока не покорилась Нижнекамке. Однако в соцсетях Элина стала самой обсуждаемой конкурсанткой. Во время церемонии награждения она упала в оморок. Девушка призналась из-за волнения, почувствовала себя плохо и поэтому постаралась незаметно уйти со сцены. Там ей помогли немного ослабить корсет и дали понюхать нашатырный спирт. В 18.30 смотрите итоговый выпуск новостей. И вот одна из тем нашего выпуска. Страшная находка на стройке. Да вот водитель заезжал на этом Амкадос трактор и сказал, там какой-то покойник лежит. Кто погибший и от чего он скончался. Напоминаю, что связаться с нами можно по телефону 40 07 70. Также пишите нам на сайт ntrtv.ru. Я с вами не прощаюсь. Увидимся на канале НТР. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова